Всем привет! Меня зовут Молчанов Павел, это Fatar.ru и сегодня у нас на обзоре новый ноутбук от MSI Creator Z17. Погнали! Я хочу проверить, как этот ноутбук поможет мне в работе при съемке на локации и для получения классных картинок нам сегодня необходима Полина. Подписывайтесь на нее, она классная. А мы сейчас поснимаем. При съемке в Capture One Pro я чаще использую, вернее, наверное, 99,9 в периоде я использую работу не с библиотеками, а с сессиями. Так, на мой взгляд, удобнее, потому что вам не нужно в библиотеку постоянно импортировать фотографии. Вы просто указываете, ну, вы в проводнике показываете, где находятся ваши файлы, Capture создает для них превьюшки, и вы можете работать, ну, то есть без какого-либо импорта. На мой взгляд, это удобнее. Сейчас я еще камеру не подключил, я захожу в меню съемки для работы с камерой и выбираю, когда у меня будут залетать картинки. Для каждой новой съемки я создаю новую папку, так мне удобнее ориентироваться после. Итак, давайте посмотрим, насколько хватит этого ноутбука при съемке без источников питания, подключенного мне сейчас камера. Камера запитывается. Начали мы работать при 87% заряда. Сейчас у нас установлен режим сбалансированный в специальной утилите MSI Center. В съемках на локации для меня важно, чтобы я мог визировать картинку не только по экрану, потому что зачастую есть такие условия освещения, которые мешают правильно понять экспозицию. Поэтому съемка сразу в Capture One Pro помогает мне понять, как по-настоящему будет выглядеть эта картинка, вносить в нее необходимые изменения, тем самым потратив сильно меньше времени потом на постобработке. Особенно важно следить за правильной экспозицией тогда, когда вы снимаете в условиях постоянно меняющегося освещения. То есть от локации к локации, либо когда у вас то пасмурно, то солнечно, и вносить постоянную регулировку через видоискатель и через экран можно, честно говоря, очень сильно промазать раз. И, во-вторых, есть еще такой момент, как правильный баланс белого. Если вы его накосячили изначально, то приходится потом все картинки подгонять. При случае, когда вы снимаете на экран ноутбука, с этим работать проще. Относительно яркости экрана могу смело сказать, что он контрастней и ярче, нежели экран камеры, и по нему я могу действительно ориентироваться о правильности экспозиции. Еще пару слов об экране. Это большой экран, 17 дюймов. Единственное, что у него глянцевая поверхность. То есть если вы работаете вот в таких условиях, где что-то может переотражаться, в моем случае, то есть прям за мной светит солнце, попадает на монитор, и он немножко блекнет. То есть мне приходится с собой закрывать экран для того, чтобы лучше оценить экспозицию. Но в любом случае я это могу сделать качественнее, нежели по экрану или даже по видоискателю. Для тех, кто работает с графикой, очень важным является качество экрана, на котором происходит та самая работа. И здесь это 17-дюймовый QHD монитор с разрешением 2560 на 1600. APS, соотношение сторон 16 к 10, что тоже, на мой взгляд, удобно, потому что проявляется внизу еще дополнительное пространство для работы непосредственно с приложением. Также этот экран сенсорный, классно проработанный. Вы можете работать как руками, так и специальным стилусом. Из коробки этот экран откалиброван. Он имеет стопроцентный охват DCI-P3 и Delta-E меньше двух. Что касается качества картинки, то здесь это стопроцентное покрытие DCI-P3 и Delta-E меньше двух. Для того, чтобы ваши картинки максимально быстро залетали в ноут, нужно использовать качественный кабель. В нашем случае я работаю с Tether Tool Pro. Картинка у меня весит порядка 120 мегабайт. Это не сжатый RAW. Залетает он сюда приблизительно за 2,5-3 секунды, что достаточно быстро. Единственное, есть один нюанс. Здесь есть два порта USB Type-C. Один из которых работает на большей скорости. Как раз таки сейчас я снимаю через него. Второй работал чуть медленнее. Вернее, работает чуть медленнее. И на него картинка та же самая залетает примерно за 6 секунд. Еще один дополнительный плюс качественного кабеля для подключения камеры заключается в том, что вы можете параллельно еще и запитывать камеру через сам ноут. Нередким сценарием бывает, когда необходимо в процессе съемки сразу скорректировать картинки неким художественным образом. Ну, не только применить там правильный баланс белого, экспозицию проверить и так далее. Но как-то действительно радикально видоизменить снимок. И в нашем случае сейчас я буду использовать ЧБшечку. Посмотрите, насколько удобно и интереснее работать с таким подходом. В меню Adjustments я перехожу в Black & White. Ставлю галочку «Использовать черно-белую интерпретацию картинки». Далее я всегда накидываю капитальный контраст для всех черно-белых снимков. Ну, в нашем случае, не знаю, пусть это будет 35. Также добавляю Clarity. Достаточно сильно, наверное, это у нас будет даже 40. И обратите внимание, картинка у меня сейчас стала совсем темной. То есть, если мы сравним с оригиналом, в оригинале абсолютно легко считывается лицо модели. В черно-белой интерпретации его практически не увидеть. Поэтому это мне нужно скорректировать непосредственно настройками самой камеры. Можно, конечно же, и выкрутить экспозицию здесь до того момента, пока не будут видны все детали, как мне нужно. Но мне кажется, что я лучше больше информации сохраню непосредственно в самом Роснинке. Хотя, давайте ради эксперимента сделаем пополам. То есть, сейчас я добавлю 0.5 экспозиции непосредственно самим ползунком в настройке программы. И две трети ступеньки удлиню в камере. Креатор Z17, тачпад стал больше, удобнее. С ним действительно, действительно удобнее работать. Наконец-то! Я всегда снимаю в ручном режиме. И сейчас столкнулся с тем, что солнце у меня снова спряталось. За тучей настройка осталась прежней, которую я выбирал для работы с солнечным светом. И картинка в результате проиграла и в контрасте, и в яркости. Еще немножко я удлинил выдержку. Еще на треть ступени. Теперь картинка меня устраивает. Продолжаем. Сейчас я снял серию. Хочу отметить, что при съемке серии картинки залетают действительно очень быстро. Что для Windows ноутбуков прям прорыв. Не камень в огород. Просто факт. И сейчас я хочу эту картинку еще немножечко доработать. Я сейчас подниму точку черного, чтобы контраст у меня сохранился. Но тени стали чуть более... Детали в тенях стали более видны. И накину еще зерна. Точку черного я буду поднимать через уровни. Ага, даже аж вот так вот. Плюс 20. И сейчас накинем шума. Я привык работать всегда в одной вкладке. Все мои инструменты, которые я использую, часто находятся всегда во вкладке Adjustment. То, что не нужно, я отсюда убираю. По умолчанию вкладки Noise здесь нет. Для того, чтобы добавить шум, нужно добавить вкладочку Fill Grain. Нажимаем на правую кнопку, Add Tool. И в появившемся списке выбираем. Я хочу добавить прям такого очень насыщенного зерна. Поэтому в типе выбираю Harsh Grain. Выбираю максимальный его размер. И аккуратненько докидываем аж 50. Из 100 возможных. Теперь, как вы видите по картинке, она стала действительно напоминать такую пленочную фотографию, снятую на... Не пойми что, не пойми когда. Для того, чтобы примененные вами настройки применялись ко всем последующим фотографиям, эту настройку нужно применить к последнему фото. Если вы сделали... Применили какой-то стиль или пресет к картинке, которая не являлась последним, она останется с этим пресетом, а все новые будут применяться с настройками по умолчанию. На лету, внося корректировки в снимки, я не замечаю никаких тормозов. Все прогружается моментально. Сбросить эти настройки, переменить их обратно тоже. Ну, то есть все вот в моменте происходит. Ждать не нужно. Действительно, очень мощное железо. И для фотографа прям здорово. Теперь давайте расскажу про железо. Здесь установлен i7-процессор 12-го поколения, 14-ядерный. Что касается графики, это GeForce RTX 3070 Ti с 8 гигами GDDR6 и с поддержкой NVIDIA Studio, что позволяет гораздо лучше работать в программах для работы с графикой. Из заявленных это и Adobe пакет, и DaVinci Resolve, и многие-многие другие. В той модели, которая у нас на обзоре, установлены 16 гигов оперативки. Сюда можно засунуть до 64 гигов. Также у нас стоит SSD-шка на 1 терабайт. Из беспроводных технологий здесь используется Wi-Fi 6-го поколения и Bluetooth версии 5.2, что позволит вам использовать большое количество современных устройств. Итак, мы проработали 40 минут. За это время аккумулятор сел на 25%. Работали мы в режиме сбалансированном. За это время сняли чуть больше 80 фотографий. Стоит отметить, что камера в этот момент также заряжалась от ноутбука. Я вносил какие-то корректировки в снимки, и экран работал на максимальной яркости. В принципе, из этого всего я могу сложить, что провести сет порядка двух часов на полном заряде этого аккумулятора вполне себе возможно. Если вы будете работать с другой камерой, у которой равки весят меньше, соответственно, нагрузка на процессор и на все внутренности также будет меньше, можно будет выиграть во времени. Ну и здесь можно включить еще режим экономии батареи, что обязательно повлияет на скорость передачи. Но опять же, если вы работаете с камерами, в которых нет настолько большого по объему рава, вполне себе возможно. Кстати, этот экран, помимо того, что он большой и яркий, еще он и сенсорный, что, на мой взгляд, тоже очень удобно. Все мы привыкли сейчас к этим жестам, и на съемке модель тоже очень... Ваш заказчик может порадоваться тем, что выбирать снимки, увеличивать, как-то взаимодействовать с ними. Мелочь, но приятная. И также стоит отметить, что экран не марки, то есть вы в него нажимаете, проводите какие-то манипуляции, он не пачкается. Мы еще сняли несколько коротких видео сейчас, и сейчас я это все дело скину с флешки. Здорово, что здесь появился картридер. Сольем сейчас видос, и пойдем все это дело обрабатывать, посмотрим, насколько хватит этого ноутбука в экспорте и в работе еще и в DaVinci Resolve. Поскольку этот ноутбук хочется рассматривать в контексте инструмента, с которым ты можешь перемещаться, как профессиональный фотограф или видеограф, сейчас мы продолжаем работать на заряде аккумулятора. По-прежнему все настройки энергосбережения установлены на прошлом уровне, яркость экрана максимальная, и мы продолжаем. Сейчас у нас есть серия почти из 500 картинок, которые нужно будет между собой как-то привести к какому-то общему знаменателю, где-то подровнять баланс белого, где-то экспозицию, применить пакетную обработку и совершить экспорт этого всего. Посмотрим, сколько времени на это потребуется этому ноуту. Никакой сложной обработки я делать не буду, мне интересно, насколько быстро и отзывчиво будет он работать, вот как есть. Итак, сейчас я сделал такие базовые коррекции по цвету, выбрал 45 кадров, применил к ним одну и ту же настройку, моментально все это применилось. Напомню, что здесь мы снимали 60-мегапиксельная камера и 120 мегабайт весит датноравка, то есть, в принципе, достаточно большое количество данных нужно было обработать и применить, никаких проблем не возникло. Также стоит отметить, что превью прогружается достаточно быстро, наверное, за секунду полностью подгружается картинка, что тоже весьма классный результат. Теперь давайте покажу вам один из таких интересных, но не самых быстрых способов обработки уличных фоток, когда вы имеете большую разницу контраста между основным объектом и фоном, и вы хотите это подправить. Первое, что нужно сделать, это снизить контраст, зависит это от вашей камеры. В своей я спокойно даже могу делать там минус 50, и картинка не сыпется на какие-то детальки. Дальше прибираю хайлайт, прибираю вайт, немножечко делаю темнее тени. Лицо модели сейчас начинает выглядеть хуже, но с этим мы поработаем чуть-чуть позже. Сейчас мы прорабатываем непосредственно сам фон. Так, создаю сейчас новый слой, и в нем возвращаю все настроечки на те, которые были изначально, то есть контраст был на минус 40, я ставлю плюс 40, хайлайт плюс 30, хайлайт плюс 10, к примеру, сделаем. Дальше выбираем кисть и прорисовываем непосредственно лицо, волосы, и если нужно, еще и одежду на модели. Происходит все это достаточно быстро. Кстати, да, с масками этот ноут справляется отлично, потому что если недостаточно мощности, то эти маски начинают лагать, прыгать и так далее. После того, как маска создана, мы видим эффект, видим такую большую иногда разницу между тем, что на фоне и как освещена модель, и теперь мы просто чуть-чуть корректируем настроечки, которые мы применили к модели. Вуаля, достаточно все это быстро происходит, но разница картинки до и после достаточно велика, и если вдруг вы будете применять всю ту же самую настройку для того, чтобы усреднить слишком яркие и слишком темные моменты, скорее всего, в динамический диапазон камеры и самого RAW-файла это не влезло, и картинка будет выглядеть очень пластмассово и HDR-ово, ну и, в общем, не натурально. Давайте расскажу о внешних особенностях этого ноутбука. Это 17-дюймовый ноутбук, который полностью выполнен из металла, тактильно все очень приятно. Что касается веса, это 2,5 килограмма, его нельзя называть каким-то там супертолстым, но и тонким нельзя. По ширине он составляет почти 2,5 сантиметра, если быть точным, 2,49. Одна интересная конструктивная особенность, открыть его моментально не всегда получится. На мой взгляд, хват за крышку очень тонкий. Что касается разъемов, которые здесь присутствуют, важно отметить, что здесь есть полноценный HDMI с поддержкой 8К 60 Гц. Это вообще просто космос. Также он поддерживает 4К до 120 Гц. Также здесь есть USB Type-A, стандартный SD-Express, полноценный картридер, который позволяет вам меньше таскать с собой всяческого оборудования для подключения флешек. С обратной стороны есть два разъема USB Type-C. Оба Thunderbolt 4, один из них с Power Delivery, и тот, который без Power Delivery, оказывается, работает при съемке с камерой быстрее, причем в два раза. Также здесь есть гораздо более удобный, чем стандартные разъемы для зарядки. Здесь своя фирменная зарядка. Она, кстати, 240 Вт. И в чем удобство именно вот этого разъема? Часто бывает, когда он какой-то тоненький, маленький, его легко дернуть, его легко повредит. Здесь все очень-очень даже классно и прочно устанавливается. Ну и разъем для подключения гарнитуры также здесь присутствует. Внутри мы видим датчик для отпечатков пальцев, звук, тоже, кстати, такой достаточно неплохой, Dino Audio. Здесь изменился тачпад по сравнению со многими, скажем так, другими моделями. Он здесь стал большой, он здесь удобный. На самом деле с ним удобно работать. Он поддерживает мультитач. В целом, к инструктиву никаких вопросов нет. Да, еще стоит заметить, что несмотря на то, что это 17 дюймов, но в таком относительно компактном корпусе и небольшом весе, здесь установлена очень качественная система охлаждения всего того классного железа, который находится здесь. Это Cooler Boost Trinity Plus. Означает, что здесь установлены вентиляторы с очень тонкими лопастями, порядка 0,2 мм, что позволяет, ну, еще раз, не допустить перегрева всей той мощнейшей начинки, которая установлена. Кроме прочего, к внешним особенностям стоит отнести полноразмерную клавиатуру. Цифровые кнопки вынесены справа. Единственный, на мой взгляд, момент не совсем удобный, что к этой клавиатуре придется привыкать. Если вы печатаете вслепую, то вот это небольшое смещение влево заставит вас несколько часиков, наверное, привыкнуть к тому, чтобы не промахиваться мимо кнопок. Также эта клавиатура имеет полностью RGB-шную подсветку, и вы можете отрегулировать цвет клавиш под любое из приложений, с которым вы работаете, то есть под горячие кнопки. На мой взгляд, это тоже очень удобно. А что касается импорта фоток, все происходит очень быстро, то есть даже не стали заострять на этом внимание. Ну, прям в момент все загрузилось, прикрутились превьюхи. Что касается экспорта, давайте мы сейчас отправим один из файлов в Photoshop в максимальном разрешении в TIF в 16 битах, не сжатом. Экспорт произошел с самого файла приблизительно за 2 секунды. Дальше Windows спросил, открывать ли в Photoshop. Чтобы быть максимально честными, первый импорт, который мы сделали, это вообще первый раз, когда Photoshop открывался на этом компе. Сейчас он уже открыт, в нем загружена фотка, отправляем туда еще одно. 3 секунды, ну, 3,5, не больше. Очень быстро, классно, здорово, действительно. Мощное железо этого компа прям хорошо отрабатывает. Теперь давайте протестируем экспорт. Сейчас у нас 457 файлов по 120 мегабайт каждый. Отправлять мы это все будем в JPEG максимальное качество. Итак, по превью, Capture говорит, что импорт 457 файлов займет порядка 40 минут, но постепенно уменьшается время. Сейчас уже 36. Пока экспортируется, давайте проверим, сколько у нас осталось заряда и хватит ли его для того, чтобы этот экспорт осуществить до конца. Сейчас у нас 8%, и Note говорит, что ему еще нужно полчаса для того, чтобы экспорт завершить. Будем ждать до последнего, и когда останется 1%, подключим зарядку, если вдруг этого времени не хватит. Несмотря на то, что изначально Capture One сказал, что экспорт будет порядка 40 минут, в целом вся операция заняла 14 минут, что на самом деле достаточно быстро. Единственное, что заряда аккумулятора все же не хватило. Он у нас выключился примерно на половине, наверное, этого времени. Включили зарядку, заработали сразу кулеры, мы включили режим высокой эффективности. Из этого можно судить о том, что при работе от батареи максимальной производительности получить не получится. Хотя, возможно, включаются некие специальные функции, которые при определенном низком заряде аккумулятора не дают вам использовать ресурсы максимально. Необходимо сказать пару слов об автономности. Этот ноутбук работает до 5 часов в режиме Smart Auto. В этом режиме ноутбук сам определяет, какие приложения вы используете, и регулирует интенсивность собственной работы и использования ресурсов. Аккумулятор здесь состоит из четырех ячеек, общая его мощность 90 ватт-часов. Что касается зарядки, за час 20 он заряжается до 75% и 2,5 часа до 100% зарядки. Если вдруг вы не взяли с собой оригинальное зарядное устройство, вы можете подзарядить его через Type-C Power Delivery. Возвращаясь к передовым железякам этого ноутбука, хочу отметить очень качественный SSD-шник, который позволяет вам на запись получить более 4200 МБ в секунду, а на чтение более 5100 МБ в секунду, что является действительно классными показателями. А если переводить это в цифры, то на видео при использовании ProRes RAW 4.2.2 HQ вы можете работать вплоть до 12К 60 кадров в секунду. Если вы работаете с H.265 кодеком, то это 8К 60 кадров в секунду. Ну и помните, что HDMI здесь тоже поддерживает 8К 60 Гц. Это прям топчик. Сегодня мы будем работать в программе DaVinci Resolve. Эта программа стала уже классикой как для любителей, так и для профессионалов. К моему, честно говоря, даже удивлению, никаких лагов не происходит даже в 4К. Все подгружается мгновенно. Теперь давайте проведем тест, экспортируем два ролика. Один из них — это 20-секундное видео, снятое в HLG формате, проявленное Direct 709 и небольшая коррекция экспозиции. Занимает это все 40 секунд для экспорта. Снимали мы в 4К. И второй ролик — это 28-секундный ролик. Мы не вмешивались в него абсолютно никак. Он снят в REC 709. Никаких настроек мы не меняли. Его экспорт занял 34 секунды. В контексте работы с DaVinci Resolve хочу отметить, что высокое разрешение экрана и большой размер экрана позитивно сказываются на опыте от работы. Много всего помещается, удобно работать. Единственное, что, наверное, в системе я бы чуть-чуть сделал для себя побольше шрифт, чтобы не приходилось напрягать глаза либо ближе подвигаться к ноту. Но в целом сама среда реализована очень удобно. В заключение хочу сказать, что нот получился действительно классным. Передовое железо, большой качественный экран, тем более сенсорный, с которым удобно работать. Может быть, не в контексте профессиональных приложений, а при коммуникации с вашим заказчиком и с клиентом, потому что действительно вот эти все этапы увеличения, скроллин доставляет радость. Это прям проверено. Относительно начинки и реализации, это все через Windows. Тоже мне в целом все понравилось. Есть, конечно, нюансы, касающиеся батареи. Я уверен, что в целом он может работать дольше, но все равно 5 часов напряженной работы – это здорово. И хочется сделать еще одну важную маленькую ремарку. Все тесты, которые мы проводили сегодня, съемку, обработку в DaVinci Resolve, в Capture One Pro – все это проходило с непрерывной записью экрана. И вот здесь вмешивается уже программный момент непосредственно самого этого продукта, через который мы все это записывали встроенных. В Windows записывателя экрана не существует, пришлось использовать сторонний, а он примерно 20% ресурсов забирал на себя. Таким образом, из всех наших измерений можно сделать вывод о том, что еще процентов 10 можно накинуть на увеличение производительности этого ноута. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комменты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok